Знаем, что вам удалось установить информацию о том, что сегодня группа компаний господина Игошина не совсем на законных основаниях владеет имущественным комплексом, расположенным по адресу города Ачинская улица Голубева 1, где расположены и заводы, и пути, и все остальное. Расскажите, пожалуйста, вот эту тему. Да, действительно, в недавнее время нам стало известно о том, что фактически этот въездной путь, он входит в комплекс недвижимого имущества, так называемого зернокомбината. То есть этот весь комплекс недвижимости был продан с торгов при банкротстве Акционерного общества ПАВА. Реализация имущества была проведена. Между Акционерным обществом ПАВА и Михайловским комбинатом был заключен договор на приобретение данного имущества, включая въездной соединительный путь. Однако решение арбитражного суда Республики Алтай и данные были признаны действительными. Соответственно, заключенный договор о отчуждении недвижимого имущества также был признан незаконным. На основании определения суда, что суд определил первую очередь данное имущество, то есть данный комплекс недвижимого имущества расположен по адресу 1, обратно к Акционерному обществу ПАВА. То есть такое решение уже есть, оно вступило в законную силу? Да, это решение вступило в законную силу. В отделе судебных приставов города Ачинска и Ачинского района находится исполнительное производство в настоящий момент. Однако, то есть это исполнительное производство, решение суда по исполнительному производству до настоящего времени не окончено. Имущество фактически находится в собственности ПАВА, и имущество по решению суда о законном владельцу не возвращено. Сегодня, к сожалению, исходя из открытых опять-таки источников, понятно, что ПАВА уже снято с учета и по сути ликвидировано. Ваше мнение как юриста, в этом случае куда должно быть изъято имущество из незаконного пользования сегодняшних владельцев? Я думаю, что отдел судебных приставов наделен такими полномочиями по наложению ареста и по обращению имущества до государства. А также у судебных приставов есть такое право выставить данное имущество по торги, реализовать его, и, соответственно, эти денежные средства будут распределены, я думаю, что между педиторами оставшимся. Так что долговые обязательства акционерного общества ПАВА были погашены не в полном объеме, я думаю, что здесь, возможно, два варианта развития событий. Скажите тоже, это наталкивает вас ни на какую мысль? Более полтора лет, если я не ошибаюсь, судебные приставы, по сути, бездействовали в исполнении такого важного и, на самом деле, очень серьезного решения. С чем это может быть связано? Я затрудняюсь, конечно, ответить за судебных приставов, почему произошла такая ситуация. Мне, насколько мне известно, они обращались в суды с заявлением о обращении исполнительного производства. Два суда, первые и вторые инстанции, вроде как, поддержали позицию судебных приставов. Суд сказал, что судебное решение все-таки исполнено в объеме и возвращено. Так, а также хотел объяснить, что фактически, то есть судебный пристав, когда обратился за разъяснением в суд, суд в своем определении конкретно разъяснил, какие действия должен совершить судебный пристав, чтобы провернуть это имущество, чтобы вывернуть это имущество. Оказала то, что должны быть в иске признание сделок, когда же имущество не запомнило. Почему приставы бездействия, почему данные действия показания суда имущества не было сделок, чтобы объяснить.